Девятки 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 Отлично. А кто… Ну, там, пять девяток, пять девяток. Похвастайтесь, давайте, не стесняйтесь, пять девяток. Четыре девятки. У кого вообще девятки есть, как бы, в лоббилити? Хотя бы там в конце, ну, там, четыре-четыре, девять-девять. Окей. Ну, вообще, я хотел сказать, да, все правильно, то есть сто процентов не бывает. Даже у Amazon.com там на главной, по-моему, они пять девяток держат. Вот. То есть, в принципе, тема такая горячая и, как бы, она обычно становится горячей не до, а после того, как уже что-то происходит, да, то есть там что-то слегло, и она становится горячей, причем вот очень горячей. Потом поднялась и как-то всех отпускает, и там уже можно, как бы, до следующего падения не особо не напрягаться, да. Вот. Причем, я так понимаю, ну, все понимают, что, как бы, чем дальше, тем системы более сложные. Клауд вообще не добавляет availability, да, то есть там виртуалка есть, виртуалки нету. Вот. NoSQL, там тоже все это, как бы, все усложняется, и, как бы, сделать действительно высокодоступную систему становится все сложнее, да. То есть там уже нет этих классических трехзвенок, где у нас база данных, там, UI, ЧП, все работает. Вот. И, как бы, что хотел сказать, ну, наверное, даже, то есть вот то, что мы обычно называем там highly available, как, там, не знаю, телефон, там, электричество, это тоже не настолько highly available, как хотелось бы, да. То есть даже у нас в домах это периодически исчезает, в дата-центрах исчезает, бывает целые регионы остаются без электричества. Поэтому, ну, к этому вопросу надо относиться серьезно, и я даже хотел бы сосредоточиться не на том, как строить системы, которые никогда не падают, а скорее на том, как сделать так, чтобы, если система упала, чтобы она быстро могла самовосстановиться или ей кто-то мог помочь восстановиться, да. То есть, в принципе, если Amazon будет падать раз в день на 20 секунд, никто, может быть, не заметит. Но если он упадет хотя бы раз, там, за два или три года на 45 минут, то они сразу попадут в топ, там, 10 самых крутых падений года, там, по версии журнала Forbes. Вот. И, там, Джефф Безос будет говорить, что, там, ну, выступать на эту тему, вот. Соответственно, еще хотел такой небольшой дискламер. То есть, даже если я говорю, что вот человек что-то сделал в своем докладе, я не имею в виду, что человек виноват. Это, как бы, ну, в принципе, есть такое понятие, что, как бы, человек никогда не является руткозом проблемой. Скорее, это какие-то процессы, либо, там, архитектура, либо, там, не знаю, какие-то… Скорее, человек просто был, участвовал в этом, да. То есть, ну, в принципе, это вот по версии сребук, да. То есть, если я даже говорю, что человек, то это, скорее, имеется в виду, что что-то другое. Вот. И хотел бы вообще начать с того, в принципе, немножко про себя, как бы, про карьеру расскажу, и параллельно какие-то юзкейсы буду рассказывать. Вот. Как бы, три места работы назад я работал над системой, которая… e-learning-система, да. То есть, там курсы можно было проходить, какие-то университеты этим пользовались, и, там, не знаю, какой-то internal портал был, там, где можно, например, курс пройти по, там, по DevOps или еще что-то. Вот. И, в принципе, система, казалось бы, ну, e-learning и e-learning, да. Что там сложного, да. Курсики проходим, там, слайдики показываем, видосики смотрим. Вот. По факту оказалось так, что однажды нам звонят и говорят, ребята, вы лежите, а у нас тут, как бы, все, там, какой-то американский экзамен по русскому языку, там, условно, да. Вот. И, как бы, ну, а система не работает, а мы начинать должны в это время и закончить в это время. И так везде, да. Соответственно, как бы, ну, разобрались, подняли, в принципе, систему, да, но, в принципе, с того момента стало понятно, что любая система, если им пользуется много людей, и она как-то влияет на жизни людей, она должна быть стабильной. Вот. В то же время мы пережили достаточно много таких интересных падений, достаточно серьезных, которые еще и по бизнесу ударяют. Когда система лежит, обычно деньги теряются, да. То есть, или репутация, или то и другое. То есть, например, был такой случай. Оперейшн был абсолютно отдельно от девелопмент-тима, причем это разные страны, и даже разные организации были изначально. И оперейшн-тим делал какой-то рефакторинг DNS, там, IP-адреса пересматривал. Они просто выставили админку наружу. А программист, который это писал, не думал, что так будет. Вот. И вообще эту админку уже забыли давно, и она нигде не использовалась. А еще там сделали delete через get. Ну, то есть, как-то так. Вот. И Google начал это все индексировать. Вот, да. А мы подумали, что нас хакеры взломали. Потому что контент удаляется с достаточно большой скоростью. Как бы мы ничего не делали. Ну, сто процентов хакеры. Причем там у нас были корпоративный контент. То есть там, например, LinkedIn с нами работал. Они заливали там какие-то такие highly confidential слайды, что вот, например, LinkedIn через год хочет быть там-то. И вот мы там, типа, сейчас это как бы эту стратегию, ну, внутри LinkedIn там распространяем. И мы подумали, что, ну, наверняка, кто-то хакнул вот ради этого. И сейчас они как бы сливают контент и параллельно его удаляют. Вот. Начали все тушить там. Ребята, тушите все сервера. Как бы нас тут взломали, да. Вот. Оказалось, не взломали, просто Google, да. Потом 48 часов контент восстанавливали из бэкапа. Вот. Потом было несколько таких серьезных AWS outage. Это 2012 год. Это те времена, когда клауд вообще был совсем нестабильный, да. То есть вот недавно S3 падал. Вот тогда это было, ну, такой day-to-day активность, да. Там EC2 не работает, S3 не работает, то не работает. Вот. Ну и в целом система была нестабильной, потому что, хоть это был 2012 год, ребята уже тогда попробовали микросервисы, NoSQL там, ну и короче, без особого опыта в этом, да. Соответственно, как бы вот это вот все, то есть там нестабильный клауд, какие-то системы странные с Legacy там и какое-то плохое проектирование, оно привело к тому, что, в принципе, пришлось это как бы кардинально так решать. И, по сути, мы на самом деле сделали такой степ-бэк, переписали все с микросервисов на Monolith, то есть заджойнили это все. Ну, просто чтобы потом разделить их как-то уже по-правильному, да. Причем мы, когда это все переписывали, мы там еще и с NoSQL на SQL смигрировали, что тоже, в принципе, нестандартная ситуация в мире, да. То есть обычно там с SQL на NoSQL идут. Ну, просто такой, типа, ребята, давайте сделаем шаг назад и как бы на таких проверенных годами технологиях все это сделаем. Вот. Построили geodistributed систему. Несколько регионов, там, Европа, Штаты. Штаты лежат, там, Европа, сервер, трафик. Вот. Продумали, как в случае вообще, если AWS исчезнет, как там Wager запустить это все. Вот. И самое главное, что мы сделали, это мы убрали разделение между, как бы, оперейшеном, который делала одна компания, и девелопментом, который делала другая компания, да. По сути сделали, на тот момент вообще такого слова не было, но это какой-то типа DevOps получился у нас. Но мы его так не называли, мы просто, как бы, сказали development team, чтобы он отвечал за production и как-то само собой это заавтоматизировали все. Но вообще основная, как бы, проблема, что это все было непросто, да. То есть бизнес страдал, вот эти все рефакторинги, они недешево даются. И, ну, как бы, ситуация в целом была не очень, вот. Потом другой, другая, ну, немало известная на белорусском рынке компания, которая техом занимается. Вот. Тоже, в принципе, было пару интересных моментов, да. То есть, в принципе, чем занимались, я работал в этой компании, чем мы занимались, это рекламу показывали, да, то есть там полтора миллиона реквестов в секунду приходит, да, реал-тайм такой аукцион, показываем рекламу. И чтобы вы понимали, ну, как бы, что значит полтора миллиона реквестов в секунду, это один миллион, как бы, долларов, да, ну, как бы, вот это value вот этого аукциона. И та компания, в которой я работал, ну, это вообще от форм, да, то есть, как бы, в секунду мы показывали рекламы на 8 тысяч евро, да. То есть, ну, вы понимаете, 10 секунд лежим, 80 тысяч евро. Я, ну, конкретно не я был причиной и главным участником этого всего, но в целом там стечение факторов сложилось так, что система лежала несколько часов, ну, и вы понимаете, какие это суммы, да, там порядок. Вот. То есть, ну, как бы, инцидент такой не очень хороший. Были и другие инциденты, да, то есть мы там тоже из клауда в дата-центр мигрировались, потому что в принципе, ну, enterprise клиенты любят дата-центры, вот. И не любят, там, американские компании, европейские компании, не любят американские компании. То есть, когда мы, например, мигрирули с клауда, мы положили, ну, может быть, не мы положили, но ровно в то время упал весь дата-центр от формовский один. То есть, в принципе, такие вот ситуации, они случаются, да, насколько бы крутая компания не была, да. То есть, фатформе на тот момент уже как бы был такой полноценный, я бы сказал, Ну, очень близко к DevOps, да, там, девелоперы отвечали за продакшен и так далее, да, то есть, в принципе, как бы, несмотря на то, что процесс был хороший, просто сложность системы и, наверное, может быть, не до конца там где-то понимание, как это все правильно менеджить на таком масштабе, привело к таким проблемам, и это тоже, в принципе, вылилось в дальнейшем в какие-то очень больные шаги для компании и для сотрудников этой компании. Кто-то, кто работал в отформе, сейчас немножко нервно улыбается, вот, то есть, там были такие, например, шаги, как релиз-фриз, да, там, типа, месяц не релизим или релизим только по субботам с, там, вот в этот 15-минутный интервал, а это, как бы, 400 девелоперов, и они там, что, мы сейчас за 15 минут 50 релизов сделаем, да, вот. Вот, выливалось то, что, например, там был монолит большой и была большая база данных, и у него, как бы, лимит масштабирования был, и сказали, все, туда колонки не добавляем. И ты делаешь фич, у тебя надо колонку добавить, а ее добавить нельзя, вот. Ну, и что, надо рядом storage какой-то ставить, надо там уже, как бы, лепить целую, как бы, архитектуру такую хорошую, да, и solution, чтобы просто, там, добавить field на какую-то формочку, допустим, да. Вот, ну, и что мы попытались сделать, чтобы это как-то помитигировать, да, то есть там, на самом деле, организация complete redesign был, да, то есть там platform teams появились какие-то, которые отвечают только за инфраструктуру, например, там, начали какие-то движения в сторону, там, микросервисов, ну, в плане таких, настоящих в духе Netflix, вот, API, house engineering эксперименты ставили, да, то есть, но, в принципе, основной лейтмотив этого всего, что все это было тоже непросто. Not so easy, да, вот. И третий use case. FinTech, вот, то есть компания занимается процессингом кредитных карточек, вот, и, в принципе, by nature, да, то есть, как бы, ну, нельзя такую систему проектировать, там, условно, там, ну, мы, там, тут базу заведем, тут, там, не знаю, тут на SQL что-то напишем, здесь, там, в Дотнете что-то будет, да. То есть, в принципе, подход к проектированию этой системы совсем другой, то есть, там, изначально закладывались, там, так, тут у нас security важно, здесь нам важно, чтобы, а что будет, если, там, например, вот эта транзакция, там, не дойдет, да, там, visa mastercard, да, то есть, там, как бы, вот, с первых дней это все, как бы, продумывалось. Вот, и, в принципе, что хотел еще сказать, ну, там, в принципе, есть куча legacy, да, как в любом банкинге, да, поэтому, как бы, сама система непростая, да, то есть, там, в принципе, какие вот техи, транзакции поменьше, но каждая транзакция важна. Вот, и, соответственно, решение, которое, ну, то есть, вот такое вот проектирование изначально high availability, оно достаточно эффективное, то есть, не то, что проектирование high availability, а просто с первых дней думать о том, что, что будет, если, там, факап какой-то, да, и, в принципе, я думаю, что, причем с разных сторон, и со стороны development, и со стороны operation, это, как бы, является, как бы, причиной того, что эта система, ну, у нас 4 девятки было, и, в принципе, ну, я считаю, что это хорошо, то есть, там, можно было бы и больше девяток сделать, но это бы просто, может быть, экономически нецелесообразно было, да, и, как бы, вот такой, ну, хорошо сказать, легко сказать, да, что давайте, типа, просто все будем делать вот по-правильному, и у нас не будет никогда проблем, да, вот, но, в принципе, это не так сложно, кажется, да, то есть, в принципе, можно просто с дня, с day one, как в Амазоне говорят, да, думать о том, как эта система будет оперироваться, как она будет разрабатываться и сопровождаться, да, то есть, и мы немножко так это все, как бы, улучшили, да, то есть, мы, в принципе, с первых дней всю инфраструктуру видеокода делали, вот, то есть, у нас, в принципе, там, терраформом, шефом, пакером, как бы, все покрыто, то есть, там, нет, в принципе, чего-то, что ты идешь в интерфейсе, кликаешь, да, то есть, там, в принципе, добавление базы данных, это межреквест со всеми вытекающими последствиями, коды ревью, тесты, там, CICD, и это все, там, в пайплайнах идет на продакшн, да, у нас там был все покрыто, ну, телеметрией, да, то есть, в принципе, каждая транзакция считалась, что, где, там, ушла транзакция, не ушла транзакция, это все учитывалось, и куча метрик было везде, да, и, в принципе, мы сделали, ну, это не совсем привычно для банковской индустрии и вообще для пеймент-процессинга, но у нас была команда, которая отвечает за полный цикл, да, то есть, она занимается тем, что проектирует решения, придумывает идеи, деплоит их на продакшн, если что-то падает, ночью поднимается и фиксует, вот, в принципе, это привело к тому, что это все работает, и, на самом деле, это был такой абсолютно несложный процесс, да, то есть, ну, не было вот этого надрыва, да, который происходит, когда у тебя есть легаси пятилетняя, да, и там что-то падает и так далее, да, в принципе, при этом система достаточно большая и успешная, ее Amazon недавно купил, вот, соответственно, как бы основная рекомендация, это просто вот начинаете с первого дня думать об этом и легче всего думать, когда есть несколько голов, которые могут закрыть несколько направлений и development, и operation, и желательно, чтобы они были в одной команде, потому что есть различные законы, которые говорят, что если у тебя, условно, там, человек сидит даже в соседней комнате, даже если он в твоем департаменте или там под общим начальником, скорее всего, вы меньше с ним общаетесь, чем с человеком, который в той же комнате, да, соответственно, когда мне там некоторые компании говорят, что у нас как бы DevOps, у нас тут что там, пошел, там, на верхний этаж поднялся, там, Вася дернул, он как бы задеплоил, то есть, в принципе, ну, как бы коммуникацион неплохой, но на самом деле, скорее всего, он не очень. Вот, то есть, в принципе, я призываю к каким-то таким DevOps-подходам, вот, и, в принципе, про это конференция, и это позволяет достигнуть high availability, в принципе, DevOps легче всего продавать, мне кажется, бизнесу, это с точки зрения там, ну, time to market, понятное дело, но и с точки зрения того, что, смотрите, ребята, если система будет лежать там x минут, вы, скорее всего, потеряете y денег, соответственно, давайте вот как бы внедряйте там DevOps, да, ну, это такой совет, как продавать. Вот, и что еще хотел сказать, ну, вообще доступность, да, у нее есть как бы паттерны, антипаттерны, и вот я просто взял из книжки release it несколько паттернов, антипаттернов, да, и как с ними бороться, да, то есть, там, cascading failures, это когда у нас, например, система упала, ну, там, y, от нее куча dependency, все они как бы как карточный домик сложились, вот, и как с этим бороться, тут я тоже привел примеры. Я даже не хочу на все фокусироваться, я хочу, скорее, сказать так, что, например, вот, circuit breakers, в принципе, и timeouts можно где-то законфигурировать на уровне, ну, там, базы данных, да, или, там, балансиров, или какого-то, ну, такого больше Ops, как бы, стека, да, но там не всегда это получится, да, то есть где-то придется и в код лезть, и, соответственно, как бы, ну, вот, что я видел, что, ну, даже у нас в компании, там, где мы payment делали, изначально был такой подход, что вот есть, Ops Team какой-то, да, ну, условный, ну, там, он даже не столько, как бы, конкретно Ops Team был, скорее, как виртуальные люди какие-то, да, то есть, там, вот этот человек, он, там, больше всего разбирается в Амазоне, вот он пусть, как бы, отвечает, там, главным будет по, за доступность системы, и, как правило, ну, там, решения, они только с одного ракурса, и, то есть, например, там, ну, там, добавим виртуалочку, там, или еще что-то, да, а, как бы, это невозможно достичь, вот, решить все эти, проблемы, которые, вот, да, здесь описаны, только в Ops или только в коде, вот, поэтому, ну, и при этом они, у многих есть dependency, да, то есть, чтобы сделать это в коде, надо сделать это в инфраструктуре, например, или, там, в Delivery Pipeline, или еще где-то, вот, там, Cues те же, да, то есть, тебе надо, во-первых, Cue развернуть, во-вторых, ее настроить, во-вторых, и, в-третьих, там, в коде ее заиспользовать, да, вот, есть какие-то паттерны, да, они тоже, в принципе, основной лейтмотив – это то, что они делятся на те, которые, ну, там, capacity planning, да, там, надо, там, как минимум, там, 2x, например, держать, да, это, в принципе, может любой, там, Ops guy сделать, да, но, в принципе, другие какие-то, там, для frequent release надо подготовить и тесты, да, чтобы они были, чтобы ты мог, например, там, ну, вот мне недавно компания рассказывала, у них regression занимает, там, чуть ли не месяц, да, то есть, в принципе, какие частые релизы, да, то есть, ты, как бы, что-то закоммитил, и потом надо, чтобы, там, куча людей в течение месяца это тестировал и, там, выкатывал на production, вот, или, там, automated provisioning, да, тут, в принципе, тоже такая вещь, которая, она, ну, во-первых, надо код написать для этого, да, надо подготовить, там, configuration management, чтобы конфиги, там, подсчитывались, откуда надо и так далее, то есть, в принципе, вот, availability – это вещь, за которую все отвечают, и нельзя просто, там, сказать, как, вот, ну, в банках любят, что, вот, у нас operation team это все завешивает, вот, так, ну, здесь немножко таких тоже советов, там, denormalization, да, там, кэшинг, это все, в принципе, наверное, понятно, если, кстати, есть какие-то здесь вопросы, можно задать или, ну, могу прочитать какие-то из этих вещей, я просто не знаю, кто вообще читал релизы эту книгу, она, кстати, вышла в второе издание недавно, вот, всем рекомендую, то есть, это такое, ну, как бы, библия, я понял, библия про то, как писать системы, которые в продакшене будут себя хорошо вести, ну, и так как мало кто читал с этим, я немножко назову, да, то есть, в принципе, вот, ну, circuit breaker, это такая вещь, которая позволяет, как перемычка, когда у нас, например, свет, там, скачок какой-то происходит, она просто отщелкивается, и тем самым, как бы, спасает, там, людей, и спасает систему от того, что происходит какой-то более сложный механизм, который может там всю общую систему спалить, например, да, bulkhead, это когда у нас, как в подводной лодке, система делится на какие-то секции, да, и, условно, позволяет разделить, как бы, подводную лодку, там есть где-то пробоина, не вся подводная лодка, скорее всего, зато, ну, заполнится водой, заполнится только та секция, которая, да, и, в принципе, это все, как бы, переносится на продакшен какую-то систему, да, то есть, ты можешь сказать, что, например, окей, вот у нас есть процессинг, да, вот, и мы просто берем две базы данных, вот для этого клиента базы данных, и для этого клиента базы данных, да, если этот клиент себя как-то misbehave, да, то есть, он ведет себя не так, то он только положит свою базу данных, ну, к примеру, да, то есть, там, какой-то шардинг банальный сделать, можно, там, систему разделить по функциональности, и, например, если эта функциональность не работает, то это не значит, что вот эта функциональность не работает, да, то есть, там, как бы, вот, какие-то такие подходы, да, Потом что-то такого нестандартного, я просто посмотрю. Ну, backpressure – это когда у нас, например, есть какое-то количество реквестов, которые система обрабатывает, и это такой push, не pull как бы система вытягивает, а, например, API-коллы какие-то. Соответственно, backpressure – это возможность сказать ребятам hold on, hold on, мы не справляемся с теми реквестами, которые вы нам шлете, давайте подождите немножко или немножко. Вот, то есть там, в принципе, какие-то просто там rate limit – это вот самый простой, наверное, кейс для backpressure. Там есть как бы более сложная имплементация этого всего. Кэшинг, наверное, понятно здесь. Crackstoppers – это очень похоже на bulkhead, да, то есть, по сути, это вещи, которые останавливают эти вот карточные домики. Так, здесь я, в принципе, все интересное рассказал. Так, 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 так. Ну, и, в принципе, про environment немножко скажу, да, то есть, очень важно иметь какие-то сэндбоксы, которые максимально похожи на production, чтобы там можно было все это вот потестировать, да, потому что, в принципе, невозможно делать… То есть, какие бы… Ну, вот, не знаю, мы там говорим, окей, мы там поставим две ноды, и они… Если одна упадет, то вторая подхватит, да. Ну, как правило, это надо реально потестировать, да, то есть, и в идеале в production потестировать, да, там есть такая подходка, я немножко позже про него расскажу, house engineering, это вот, ну, как бы очень важно. Следующий момент, который хотелось сказать, ну, это тоже в эту уже тему, есть подходы к operation, и почему это вообще operation важен, да, то есть, неважно, насколько круто написан код, если это дальше условно там, как бы, когда на production попадет в одну ноду, на которой не хватает там CPU, рама и так далее, то, в принципе, какой бы классный код ни был, конечно, система будет плохо себя вести. Поэтому operation, ну, как говорится, с хорошим operation ты вряд ли как бы суперкрутую систему сделаешь, но с плохим operation она точно будет плохая. Вот, поэтому есть несколько подходов к operation, то есть классический подход там сисадмины, в некоторых компаниях их называют DevOps-инженерами сейчас, да, то есть это люди, которые умеют там Ansible написать, да, то есть, ну, как бы и там на продакшене что-то покатить, и, например, там Nginx настроить, и еще что-то. То есть, ну, это как бы очень так упрощается, но почему-то сейчас их тоже там DevOps-инженерами называют, хотя это не совсем про это, ну, на мой взгляд. Но у нас в конце будет хулеварная эта тема у конференции, да. И, то есть, в принципе, если админ умеет писать скрипты, это все еще админ, да, то есть там 10 лет назад сисадмины писали там баш скрипты и автоматизировали свою работу, и у них как бы там continuous delivery даже иногда было. Вот. Вот, но тут есть плюсы и минусы у такого подхода, да, то есть плюсы, понятно, очевидно, это как бы стандартная схема на рынке, куча админов есть, да, там, их можно брать, там, не знаю, он в школе там настраивался компьютеры, немножко подучили, вот он уже базу данных в продакшене крутит, да, там Linux умеет настраивать, вот. Ну, как бы, то есть этот подход, он такой популярный и достаточно как бы понятный, в принципе, всем, включая топ-менеджмент, вот. Ну и при этом есть там disadvantage, да, то есть когда работу передают там, ну, основная проблема, когда работу передают там, например, девелоперы написали код, передали куда-то дальше, ну, как бы не факт, что все они передали, да, то есть там где-то какой-то knowledge всегда теряется, вот. Ну, и там есть еще другие подходы, я думаю, все, в принципе, с этим знакомы. Второй подход – это девопс слэш SRE, в принципе. Тут важно понимать, что это, как бы, подход, то есть даже если это SRE, это когда люди, которые отвечают за availability, за operation, они внутри тима, и они, как бы, в том числе могут влиять на код, да, то есть SRE, они пишут код, они пишут, там, ну, как в гугле, там, по классическому подходу, они занимаются, в принципе, не функциональностью, но какими-то составляющими кодами, которые отвечают за то, чтобы система, например, там, в случае, там, если API медленный, чтобы система себя вела хорошо при этом подходе, да. Вот, там, как правило, вот эти вот responsibility, да, там, availability, latency, monitoring, emergency response, capacity planning, они смещаются в сторону команды, которая, собственно говоря, делает этот функционал какой-то и деливит его на production. У этого подхода тоже есть плюсы и минусы, да, то есть основной минус – это таких людей очень сложно найти, либо их надо растить внутри компании, но и при этом куча плюсов, то есть там банальные – это то, что мы достаточно быстро релизы получаем, да, то есть так как это все внутри команды, нет никаких dependency между тимами там и так далее. Важный момент то, что падение становится сразу же лернингами для команды, да, то есть если, например, ну, система упала по причине X, команда больше так код писать не будет, потому что она, в принципе, там ночью поднялась, никто ночью подниматься не любит, и они сделают все возможное, чтобы это больше не повторилось. Вот, то есть это такой автоматический лернинг, причем достаточно как бы качественный. То есть, ну, известный факт, что мало кто учится на чужих ошибках, вот, то есть там никто не верит, что надо там тайм-ауты правильно конфигурировать, пока он как бы не столкнется с этой проблемой, и она его как-то больно не ударит. Вот, тут есть разные фишечки, которые, в принципе, помогают девопсам хорошо жить, да, то есть там automated QA, feature toggling, частые релизы. В принципе, это, наверное, ну, вообще, вот этот весь слайд, он про то, что частые релизы – это хорошо, потому что основные падения случаются из-за изменений в системе, да, то есть, в принципе, изменений в системе нельзя избежать, просто потому что если нет изменений, значит, вашей системой никто не пользуется, потому что даже добавление данных или какие-то вызовы – это тоже как бы изменение системы. Но самым большим стрессом для системы является изменение кода, и чем больше это изменение кода или там инфраструктуры, тем больше стресс для системы, тем больше вероятность, что она упадет, да. И, соответственно, чем меньше изменений, ну, это, в принципе, я думаю, многие понимают, тем меньше стресс для системы, соответственно, тем больше шанс, что все будет хорошо. Вот. Очень важно для такого, для девопса среди подхода, это максимальное покрытие вообще всего, чего возможно, метриками, алертами, потому что, как правило, команды, которые именно девелоперы, об этом забывают, ну, или как-то, ну, меньше уделяют этому внимания, то есть, они как бы сфокусированы на фиче девелопменте. И из-за этого можно пропускать падение, и, в принципе, в большинстве случаев, когда я слышу 100% availability, это означает, что у людей нет метриклогов и алертов, и они просто, скорее всего, не знают того, что система у них лежит. Вот. Соответственно, при этом важно понимать, что система может лежать и при этом быть up and running, да, то есть, например, не знаю, мы там транзакции процессим, все красиво, но на самом деле они там не доходят до конца или не сохраняются в базе данных, или теряются чуть-чуть, и, как бы, это все еще outage и большая проблема, соответственно, ну, есть подходы, которые позволяют это минимизировать, там, например, golden транзакции, которые подмешиваются в общей трафике, ты можешь, например, посмотреть, что, там, ты подмешал 10 транзакций в общей трафике, ты видишь, что у тебя 10 транзакций в базе данных, ну, это, как бы, какой-то confidence тебе дает, да, или то, что, в принципе, мониторинг, да, то есть, то, что у тебя там холлсендпоинт отдает что-то, это не значит, что система работает. Скорее всего, система работает, ну, чтобы проверить, что система работает, надо ей воспользоваться, то есть тебе надо, например, там, через интерфейс что-то законфигурировать, может быть, посмотреть, что это действительно там сохранилось в базу данных, если мы делаем get, то это возвращается. Вот, то есть, такой вот synthetic monitoring, это, как бы, самый, мне кажется, крутой тул для мониторинга системы. То есть, вот эти вот все CPU, какая разница, 90% CPU или нет, то есть, это важно, там, для capacity planning, но для того, чтобы понять, система работает или нет, это, ну, не всегда, то есть, там, может быть, garbage collector запустился, и поэтому 90, да, то есть, вот. Ну, и, соответственно, operation, мне кажется, основная, как бы, фиша, ну, главная, как бы, особенность хорошего operation, это то, что он адаптируется, да, то есть, к тому, что вот эти изменения в системе происходят. И чем лучше он адаптируется к этому, тем лучше он, как правило, есть. Вот, и для того, чтобы он адаптировался хорошо, то есть, понятно, там, dependency injection, это, наверное, не очень интересно, но микросервисный подход, он очень хорош в этом плане, да, то есть, во-первых, он позволяет, как бы, изолировать какие-то, ну, падения, сразу понять, где это падение происходит, плюс еще перераспределять, там, нагрузку, например, окей, вот под этот микросервис, там, больше серверов выделено, под этот меньше, да, то есть, получается такая достаточно динамическая система, которая легко оперировать. Evolutionary design, ну, это больше про архитектуру, да, как туда фичи добавлять так, то есть, например, evolutionary design, это когда мы, ну, пример такой, да, то есть, нам надо добавить или удалить колонку, мы сначала там элизим код, который умеет работать с этой колонкой, и потом где-нибудь в бэкграунде ее запускаем, и код уже смотрит, если колонка есть, то мы ее пишем, если ее там нету, то не пишем, ну, какие-то такие подходы, да, вот, house monkey и house engineering, это вообще, на мой взгляд, это такой, ну, почти silver bullet для того, чтобы сделать high available системы, да, и сделать это наименее painless, да, то есть, в чем подход заключается, Netflix придумали, давайте production периодически каким-то стрессом подвергать, там, EC2 instances будем выключать, или, например, дата-центры, у них там house gorilla сейчас дата-центры выключает, или давайте там в network пусть один битик пропадает, ну, вот так вот, и посмотрим, как система будет себя вести. При этом мы будем это делать в контролируемом окружении, когда все за метриками следят, или там на каком-то проценте трафика, вот, чтобы можно было на это среагировать, и в любой момент можно было взять контроль в свои руки, вот, потому что, когда это происходит на production, и, как правило, это происходит в самый не, как это, ненужный момент, да, там, white friday какой-нибудь, или какое-то другое важное событие, или там, систему демо показываем клиентам, она упадет, да, соответственно, есть тулы, которые позволяют, я уже называл house monkey, house gorilla, есть toxiproxy от, по-моему, Shopify, по-моему, написал, это тулы, которые позволяют вот network issues всякие эмулировать, и лучше всего это делать на production, и, потому что, ну, staging не всегда такие, как production. Это очень сложно продать бизнесу-менеджменту, но оно того стоит. Вот, и я уже это немножко говорил, но очень важно включать всех инженеров, да, то есть вот всех абсолютно, включая там медлов, в on-call rotation, да, то есть ничто так не дисциплинирует людей, как on-call, вот, и вот, ну, в Амазоне это, в принципе, такое на очень хорошем уровне, да, то есть там на митингах все так немножко посматривают, меточки, так, на всякий случай, там, вот, и код очень так, ну, то есть код-ревью совсем другого качества становится, да, потому что люди понимают, что этот код может упасть, ты будешь on-call, и тебе это потом, как бы, разбираться в нем, и чем лучше ты знаешь это up-front, тем проще будет вот это, как бы, падение. Ну, и все, там, известные вот эти GitLab outages, да, там, когда потом ты становишься знаменитостью из-за того, что ты поучаствовал в каком-нибудь outage, они, как бы, ну, такие тоже, ну, слава на грани, как бы, да, то есть там, она, как бы, слава, но уже такая не самая лучшая, хотя GitLab-овский парень вроде бы знаменитость, да, а вот девушке повезло меньше, которая, там, недавно security, она была, отвечала за security, там, кучу данных в Америке украли, вот, типа страховых, там, или что-то в таком духе, вот, то есть, в принципе, как-то так, да. Ну, и вообще, чему я вообще клоню, да, то есть DevOps – это хорошо, но достаточно сложно все это получается, в плане того, что тебе надо очень скилловые люди, которые умеют, там, и базу данных подминистрировать, и код пописать, и все, они не знают все паттерны крутые и так далее, вот, но, как бы, в реальной жизни это достаточно сложно достичь, есть такое, ну, мини-движение или такой мини-подход, да, он вообще, как бы, называется no-ops, это, ну, как бы, легче всего это достигать, когда у тебя есть какая-то платформа, да, типа AWS, и ты можешь просто, там, взять интерфейс какой-то, заимплементировать, дальше ты это куда-то вкидываешь, а там уже у тебя по дефолту и мониторинги, и метрики, и там, и автоскейлинг, и, там, не знаю, все, как бы, оперейшн-штуки, да, и там вот GitLab в этом направлении движется, то есть они, там, всякие тулы запустили, которые ты, там, репозиторий создал, и у тебя уже, как бы, вся инфраструктура есть для того, чтобы это, там, и помониторить, и в продакшн зарелизить, да, то есть, в принципе, я думаю, все идет к тому, что Ops станет все меньше и меньше, или он будет какой-то такой, очень, как бы, девелопер-френдли, да, соответственно, я думаю, что вот на Ops, он, как бы, помогает вообще очень легко получать availability из коробки, да, и к этому стоит стремиться, да, то есть, если у вас в компании DevOps, начните, вот, копать в этом направлении. Но это, в свою очередь, как бы, говорит о том, что если у вас, условно, есть, ну, как бы, если здесь есть чистые админы в этой комнате, по-моему, несколько было, то, скорее всего, у вас работы скоро не будет, да, или она будет очень такая, как бы, чем больше людей, которые занимаются автоматизацией процессов и налаживают это все, тем больше они заавтоматизировали, тем меньше остается им работы, да, соответственно, потихоньку учитесь писать код, да. В принципе, у меня на этом все, надеюсь, это было полезно. Я, на самом деле, мог бы намного больше чего рассказать, поэтому жду вас в кулуарах, можем какие-то конкретные юзкейсы рассмотреть, или сейчас готов ответить на ваши вопросы, вот. Спасибо. Есть вопросы? Иван пришел. Вопросов нет. Ну, короче, значит, на это, на капитанил. Нет. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой, вот в рамках ваших финтех-проектов вы облаком пользовались вообще или нет? Это все в AWS-клауде, и было бы странно являться частью Амазона и не пользоваться облаком. А, так вас же, наверное, потом купили, или... Ну, это была известная фронт. Да, ну, хорошо, ладно, понятно, спасибо. Как вы убеждали, ну, просто пример связан с тем, что у нас сейчас происходит. У нас есть продакшн-тачки, они, ну, дико дорогие, то есть они находятся в он-премису кастомера, и стоимость их там просто какая-то космическая, они там свой оптоволокно там нажили между центрами и прочее. И получается, есть препродакшн, у нас на UAT называется. Так вот, он по мощности далеко отстает от того, что находится на продакшене, хотя тоже окружение очень сильно похоже. Вопрос в том, каким образом, и сталкивался ли ты с тем, как убеждать кастомера, чтобы он должен быть еще более и максимально похож на то, что в продакшене происходит. Какие аргументы выдвигать? Ну, скорее всего, тут не получится получить именно по capacity то же самое, что на продакшене. То есть в платформе, например, там было, там, продакшен был, это 2000 серверов, там, стейджинки и там, дэвы, они были, ну, там, значительно меньше, там, может быть, десятки серверов, да. То есть в принципе количество серверов, ну, как бы не получится, и, скорее всего, и мощность их не получится, да. То есть, скорее всего, как бы есть два подхода здесь. То есть, ну, либо мы масштабируем как бы там с коэффициентом, да, то есть делаем все то же самое, то есть в те же security группы все то же самое, только у нас там вместо x-quadruple large instances мы берем T2 micro, которые там вообще, типа, чуть ли не free tire, да. Вот. И дальше просто, ну, молимся, что все будет зашибись. Вот. Но второй подход, который я бы порекомендовал, ну, как бы использовать продакшен… Так, ладно. Использовать продакшен для стейджинга, ну, и для того, чтобы тестировать фичи, да. То есть есть подходы, которые позволяют, в принципе, все компании это делают в той или иной степени. И не у всех компаний есть вот стейджинги, у всех есть продакшен, и у многих стейджинг он там же, да. То есть, соответственно, как бы идея такая, пишем функциональность, да, выкатываем на продакшен, направляем туда немножко трафика, либо, например, говорим только internal users могут этим пользоваться, да. И, соответственно, таким образом у нас стопроцентная паритья между продакшеном и продакшеном. Ну, и стейджингом, да. То есть, не знаю, понял ты это или нет, то есть использовать продакшен для того, чтобы… То есть активного тестирования. Ну, как last stage of тестирование, да. То есть ты можешь выкатить фичу какую-то, чтобы, например, она была доступна только юзерам из Новой Зеландии, на которых нам наплевать. Или это случайно… Ну, в смысле, не хотел никого обидеть из Новой Зеландии. Ну, просто есть какие-то юзеры, которым мы можем пожертвовать, да. То есть, например, тот же Stripe, он так карточки тестирует, да. То есть они сначала выкатили на продакшен и сказали, окей, давай вот 10 транзакций с минимальным, там, чтобы не больше доллара, направим на новый функционал. Окей, они упали, ну, как бы Stripe сказал, извините, ребята, вот вам 10 долларов, да. То есть, ну, как бы извините. Ну, и потом они потихоньку увеличивают нагрузку на этот новый функционал, да. В принципе, таких вот подходов их очень много. То есть, если есть, например, какой-то, ну, не знаю, там, Customer Care, да, и они, например, можно выкатить какой-то функционал, чтобы он был доступен только с упортом специалистам, которые просто, ну, там, пользуются системой на каком-то daily basis и портуют баги, да. Но при этом они это в продакшене делают. Вот, здесь просто надо убедиться так, чтобы вот эти вот новые выкатки, они максимально были не эффектно, ну, не взаимодействовали с продакшеном, да. То есть, там, какие-то подходы в духе, там, у нас есть Q, да, это Q читает, как бы, продакшен нодой, которая, там, уже сервит реальный лод. Есть какую-то мы ноду подмешиваем, которая, ну, там, или application, да, которая читает ту же самую Q, но данные, например, в базу данных не записывает, а просто, там, репортит метрику. Ну, какие-то такие подходы. Их, на самом деле, очень много, я могу про это рассказать в кулуарах. Хорошо? Да, все, спасибо большое. Но, как бы, ответ, я думаю, ответил, да, на вопрос? Все, спасибо. Еще вопросы? А, и у нас есть время только на один короткий вопрос. А, еще. И короткий ответ. Блин, у меня был холиварный вопрос. Давай. Это вечером. Ну, в любом случае, сформулируй, смотри, у тебя был последний слайд на Ops. Да. И тут у меня такой вопрос. Мы сейчас, мы видим такую интернету, что мы делаем, сделаем, например, full stack, и при этом понимаем, что люди не могут быть full stack девелоперами. Твой слайд говорит о том, что теперь к full stack девелоперам мы добавляем еще и operations. То есть я должен знать, условно, и как базу данных написать, конфигурировать, и как front-end сделать, и как back-end, и при этом я еще должен знать, как в AWS это все работает, где около 200 сервисов и так далее. А если у меня еще есть и Azure, и еще 200 сервисов, не лоплит ли мозг? Ну, тут стоит понимать, что, как правило, не надо вот прям вот все сервисы знать, да. То есть обычно тимы формируются вокруг какого-то value, да. И вот, например, это value, оно будет какое-то очень такое узкое, как правило, да. Там, например, мы делаем OCR, да, там распознавание образов. Соответственно, как бы нам, наверное, не надо знать там про все базы данных, нам надо только знать про те базы данных, которые позволяют работать там с картинками и с каким-то там output в виде текста, да. То есть в принципе специализация есть, но она как бы происходит там через домен, и в этом домене, например, вот такие технологии работают, и только как бы в них ты как бы прошариваешься. Это раз. А во-вторых, ну то есть тут идея такая, чтобы сделать максимально платформу, да. То есть у Амазона у того же есть сейчас, по-моему, это код, код стар, по-моему, называется, или что-то в таком духе. Это, в общем, они говорят, ребята, пишите только код, типа все остальное сделают за вас роботы. То есть вот они репозитории дают, там, в нем уже есть код pipeline, в нем уже есть мониторинг, там какая-то сериалная функция. И в принципе, ну, вот чем как бы более крутая эта платформа, тем меньше людям надо об этом думать. Я не знаю, понятно объяснил или нет. То есть как бы ожидать от людей, что они будут знать все сервисы, и как писать там крутой puppet script, это, ну, нереально, мне кажется. Скорее, надо просто сделать такую платформу, в которой это было бы очень просто все делать, и правильные шаги было принимать намного проще, чем неправильно. И как бы клауд в этом очень сильно помогает. Дебаг? А почему? А, слушайте, у меня есть такое предложение. Давайте дискуссию переведем на холиварное время вечером, потому что сейчас мы уже, как это, не вписываемся в расписание, поэтому давайте поблагодарим Романа за отличный вклад. Запомним все холиварные копики.